читаю новости и все больше и больше поражаюсь поражаешь прежде всего русским людям выбрали путина и теперь маются мне кажется очень и очень неслабо потому что те новости которые сейчас освещают то просто и говорят об этом имеют имели надежде люди с его приходом что все будет по-другому будет достанут перемены никаких перемен даже хуже тоже правительство стало тут же мудведев те же силуанов и короче все все это варьё которое было раньше все осталось ничего не меняется совершенно я просто в афиге и говорю это из-за того что например если опять следующих шесть лет все это будет продолжаться а что потом ком-то останется они же растащат всю эту россию остается там в россии ерунда самое настоящем мелочи остальное все растаскивается полностью все растаскивается по оффшорам где-то по западу покупается недвижимость вкладывается все эти деньги главное что удивляясь народу пофиг что стало с русским народом я просто поражаюсь на все ладно не думают они сейчас россияне то 76 и которые 76 процентов которые выбрали теперь путина ну ты выход за детей подумайте что им достанется с такими темпами которые сейчас растаскивает разворовывает даже не воруй по-настоящему ничего же не останется для будущих поколений и я думаю что просто проклянут потомки этого путина всю эту конлу все это в варьё который теперь власти и не только варьё все эти службы все эти обслуживающие которые обслуживают люди имею ввиду которые обслуживают эту власть эти прикормленные да и те которые как говорится вдоль и просто напросто вдоль и потому что мне кажется другого объяснения нет иначе ну как привыкли например хорошо воровать за все эти десятилетия научились неплохо воровать и главное живут в нищете сравните например сейчас жизненные уровни тоже европе той же америки в канаде например тех же саудитов то есть у тех стран которые имеют например неплохие природные ресурсы и как они живут это развитые довольно сильно страны потому что там с этими ресурсами по уму распорядились прежде всего заботятся о своем народе но эти чужие которые сейчас у власти еще раз повторял прошлый раз то же самое а им наплевать начхать на этот народ просто-напросто как после нас хоть потоп вот наверное их такой лозунг иначе там ничего не объяснить и вот про потомки растачь это же нефть не вечная газ же не вечный те же самые металлы но самое самое страшное самое опасное это человеческий ресурс люди они же вымирают они просто-напросто или это такая программа специально такая программа по уничтожению русского народа иначе не скажешь просто выведут и все заселят новые территории но кто-то же я не знаю это же не на не навсегда это же власть путинская что-то же должно произойти рано или поздно на путь нас наступит какой-то предел люди же не все жильные не железная железные нервы у них не выдержат потому что это возмущение на начинает нарастать и нарастать мне кажется и выльется все в какие-то действия даже не знаю даже какого рода не будет чуть ли наверно не до революции мягкой такой какой-нибудь произойдет а этим глубоко глубоко и сейчас повторяю на чеха чем они думают это просто кошмар от яна приобыкновенный человек много нормальных людей и они даже представить не могут как так можно таких количествах воровать и за все придется платить и вот будущее поколение просто-напросто аж времена поменяется них проклянут во веки веков скажет это самые негодяи которые только были в истории россии то же самое потому что это варварское отношение к народу просто к народу ладно вы будете растаскивать это самое но хотя бы растаскивали да с народом делились вот хотя бы так ладно тащите например хоть половину то отдайте людям нифига ничего не остается эти 200 200 миллиардеров такими ресурсами такими деньжищами обладает их там все равно же будет заберут этих бабки на западе все равно и самое интересное не это знак поглядывал что те же люди например в которой в европе русскоязычные где-то еще почему-то странно за путин они просто-напросто это чё издевательство наверно или им специально так хочется что быстрее россия развалилась раз им там хорошо я просто так шучу я может это шутка скорее всего наплевательски на относиться или они так гордятся россии что вот пожалуйста у нас за спиной такая мощная сильная пускай он там своими погремушками путин гремит на весь мир пугает своими бубен бубнами это самое и ракетами весь мир но это же работа разве тоже издевательство самое самое что не на есть я например в своем окружении даже не знаю кто бы не думал просто-напросто я стараюсь от такого окружения избавляться который там путинисты коры мозгами не думает ладно там люди от политики недалеко какого-то или экономики они там даже не задумывается на эту тему навсегда стараешься затронуть эту тему как например ты ориентируешься как тебе путин некоторые говорят да мне глубоко начать но тоже это некрасиво как это начать вот говорит мне что там в той россии мне глубоко лишь бы у нас хорошо здесь было в беларуси я говорю а как же будет хорошо в беларуси если в россии так мы же зависим ну да конечно начинает там думать на предначе на разные вопросы человеку задавать он говорит ой там ничего все равно не сделаешь пускай они сами разбираются а как они разберутся там некому приходится разбираться у власти ворюги с помощью сми за зомбировали народ оболванивали до смерти полностью все и это самое и издевается я даже как-то да подумал может там действительно какое-нибудь разработали психотронное оружие потому что иначе так целую нацию миллионы сотню миллионов человек так оболванить это просто и все они радуются я например смотрел наблюдал прошлые года когда-то вон когда был подъем сюда через границу рядышком везли ехали тащили россияки я говорю куда вы так все претесь на запад ну как чего а чё здесь в россии мол делать вон даже недавно буквально пару месяцев назад какой-то адвокат такой парнишка лет 30 чем-то мимо меня проезжал и полетел говорит под ним буду жить в испании говорит сколько есть денег в жизни говорит не вернусь в россии а горячую не вернешься да там сумасшествие там дурдом самый настоящий он мне говорит вы не представляете что там делается туда больше никогда не вернусь зачем мне говорит свою молодую жизнь гробить в этой стране там ничего нет там без просвет одни заболдыги пьяницы бандиты до сей поры посохранились например разные ворюги и и всякое прочее и их обслуживающих как я уже говорил это милиция разная нацгвардия вот они все прикормленные их просто-напросто прикормили выросло новое поколение этих прикормленных это можно сказать даже отпрыски тех времен тех даже вот как как я могу это объяснить смотрите было раньше общество довольно сильно криминализовано криминализированно да сплошной был криминал даже в те годы в советские кто самый был почитаемый такой вожами тот кто отсидел обязательно где-то зоны вот он был уважаемый все было по каким-то понятиям все по воровским по каким-то бандитским понятиям и вот это понятие настолько сильно эти понимания понятия заскрались, наверное, в психику народа всего, что он не представляет другой просто-напросто жизни. Вот я да могу сейчас, это раньше не представлял. У меня, я живу все-таки в другом государстве, я живу в Беларуси, у нас здесь довольно все по-другому. Совершенно не похоже вон как в России, я даже не представляю, как так можно жить, как сейчас там в той России. Да, многие из-за нищеты, потому что мы завязаны, я говорил, поехали, там где-то зарабатывают, но мало. Я, например, один человек из поселка был, когда-то туда ездил, и то вернулся, говорит, там больше делать нечего. Все, обманывают, обкрадывают, и вернулся, говорит, буду я здесь, а лучше всего, говорит, я поеду в Польшу или куда-то в Европу, там буду зарабатывать, поэтому едут люди туда. И вот я говорю, из этого криминала это все впилось в кровь, говорится, в мозги народа, и он другой жизни просто-напросто не представляет. Те, которые выехали куда-то за пределы России, за границу, там остались, обжились, они в жизни не вернутся сюда, в ту Россию. Говорит, да что, вы с ума сошли? Жить в России? Да ну нафиг, ни за что. Сейчас вот тоже знакомая, хорошая, много лет, уже 25 лет, даже вернулась сюда. Мы ездили, недавно встречались, она живет возле, сначала в Торонто, возле Торонто, рядышком жила, живет, то есть недалеко. И говорит, никогда я сюда не вернусь. Да ну вы что, а мой муж, он там еще уехали в те времена, может даже 30 лет назад уехали, там дети уже выросли, там уже внуки выросли. Он говорит, я не был 30 лет в России, не был, он сам из России, я не был 30 лет и никогда больше туда не вернусь. Я объясняю, почему, но уже это как-то все-таки родина, все-таки родина. Какая это родина? Родина была, говорит, у меня тогда, когда был Советский Союз, тогда была у меня родина. Теперь это не родина. Это оккупированная варьем бандитами территория. Все. Вот когда, говорит, будет родина, то есть вернется то же самое, что было когда-то, тогда я с удовольствием вернусь. Но этого даже и в дурном сне, говорит, не снится. Скорее всего я этого не дождусь, а дети мои, говорит, будут жить в той же Канаде и будут жить как люди. Я совершенно с ними согласился. Раньше я был тоже против, думаю, нет, ну как так, это ж народ разбегается, это ж надо здесь что-то в стране делать, в своей, надо здесь эту страну поднимать. И вот кроме этой говорильни, больше ничего не получается. А как, скажите, на прием поднять, на вилы что ли? Получается только один, единственный путь, потому что эту власть, например, пускай я говорю о российской пока, ее же не сдвинуть. Ну попытались я тоже в такие надежды, я за Грудинина, везде сколько роликов сделал за Грудинина, у меня такое вдохновление было, ну все, думаю, наконец-то люди просыпаются, потому что ну почти сто процентов везде, в сетях я читаю за Грудинина. Потом бах, а меня говорили, да глупый ты, елки, так выберут, нарисуют, все равно. Ну, Лукашенко, вон, Собчак не зря сделал это самое, как его там, ну разговаривал, короче, не конференцию, а вот разговаривал с ним, говорил, какая глупая, как нарисует, так и будет. То же самое он о себе когда-то сказал, и это все. То есть власть со своей машиной, СМИ, со всеми своими силовыми структурами, что хочет, то и сделает. То есть просто так эту власть не сдвину. Никак. А тем более путинскую власть, она так окопалась, теперь я спустя пару месяцев понял, да, бесполезно. Ее никак нормально не сдвину. Какие должны произойти, например, события, чтобы, например, эта путинская власть сдвинулась, или рассыпалась, или разлетелась, я тоже не представляю. Силовыми методами, я думаю, навряд ли. Потому что все эти оболваненные, прикормленные, они будут с пеной у рта. Драться все равно. Их немало, их пускай даже половина, пускай даже половина думающих, нормальных людей, военных, пускай даже в милиции, пускай там в этой Росгвардии, пускай в чекистах везде, где там. Половину. Но вторая половина, она же ненормальна, она сумасшедшая, она знает, что она теряет. А чего ей так не жить? Потому что я даже смотрел те же ФСБшники, вон выпуск был, на Геленвагинах, вышивает, например, по Москве, где набрать столько Геленвагинов, что это за распущенность. Представляете, можете, что в брежневские времена, а тем более в сталинские когда-то, хотя бы в брежневские, в советские времена, чтоб чекисты вот так публично на тачках таких вышивали. Они были вообще неизвестны, скрыты. Это была действительно служба. Это была действительно настоящая служба, которая, пускай даже как бы не было, заботилась о чести Советского Союза, советского человека. А теперь, о какой чести она заботится? Она обслуживает ворье, прежде всего, все. Вам настолько мир не угрожает, как везде все это самое представлено в этих СМИ киселевских, скобеевских, разных. Ничего подобного же нету. Еще раз напоминаю, никто не смеет даже угрожать. Вот так дергать, тербанить, дербанить, а эти на этом ура патриотизме, псевдо патриотизме будут глотки рвать, эти бабки будут там на колени падать везде перед Путиным. О, царь, помоги! Бестолочи, конченые, называется бестолочи. Это же просто до такого пуститься. Кто он такой? Он прежде всего человек, а не какой-нибудь те царь. Были цари, вы были кем-то крепостными. Это что получается, вы опять крепостными хотите стать? Я, например, не хочу, чтобы какой-то человечишка, мелкий, негодяй, просто сам, вот, кошмарил всю страну, весь народ ставил на колени, а иначе, как это сказать, он же ставит всех на колени, полностью. и потворствует в этом все. А некоторые с пеной у рта защищают, я в одноклассники зашел, а там целые страницы идут. Мы за Путина, кто за Путина, и такие вопросы идиотские написаны, и одно за другими. Смотришь, куча народу за Путина. Я не спорю, что за Путина, но это, например, обработка точно психотронным каким-то оружием, средствами массовой информации, полностью, это же надо так, так, Боже мой, я просто просто поражен до глубины души и поражен тем, что все равно же народ проснется. Ну сколько вас останется, людей-то русских, а сколько нас, белорусов, вместе с вами останется, потому что все, мы уже никуда не денемся, мы будем так же самопрозябать вместе с вами, с россиянами, иначе никак. Вот осталось две республики, больше на горизонте нету, никого у России, а у вас нету друзей. Какие у вас друзья? У вас друзья пушки и ружье? Ваши друзья это армия и флот? Она вас не сделает счастливым, она вас сделает рабами, вы будете только работать на армию и на флот, и все, и вас завоюют не армией и флотом, а вас завоюют вот такими распрями, вас разорвут, как этой пословице говорит, разделяй и властвуй, вот что делают, разделяют и властвуют, придет время, оторвут и Беларусь, потому что беларусы тоже нежелезные, сколько они будут смотреть на этот ваш бардак, они же не будут смотреть, и все больше и больше и больше беларусов отворачивается от России, я вам говорю, потому что я живу в этой стране, в своей Беларуси, я здесь вижу, как отзывается теперь о России, не от русских людей, еще нет, Россия это уже другое какое-то понятие, это уже какая-то политическая структура, я даже не знаю, какая-то территория непонятная, что там делается, а вы говорите, вот у нас строительство, вон у нас заводы открываются, вон у нас мосты строятся, вон у нас Путин там туда-сюда, вон он герой России, он настоящий, он патриот, ну я просто поражен, какой он к чертовой матери патриот, где ваши триллионы долларов, где ваша нормальная жизнь человеческая, почему вы нищие, почему вы в десятки раз беднее тех же европейцев и может 20-30 раз саудитов, чем вы хуже этого, вы умнейший народ, вот это не укор, ничего, ну хоть немножко, пару человек передастся мое дикое возмущение, потому что я уже сколько говорил, а сейчас возмущает до дико, просто до ужаса, не до дикости какой-то, потому что слов не нахожу, где голова, чем думать собираетесь, ядрена мать, вон, о потомках подумайте хотя бы, уже седые люди, которые прикормлены, вы же все равно не помрете, вы сдохнете, как негодяи, потому что вас проклянуть, ваши же потомки, будут, как говорится, писать на ваши могилы, иначе не скажу, когда все это придет в норму, развалят, разрушат, как не знаю, как дурной сон, видимо, как раковая опухоль уже становится во всем мире, Россия, я имею в виду, опять же, власть, власть российская, да, а ей же потворствует, Мегель, Мегель, Мельхер, тьфу, черт, как ее там, Меркель это, Меркель, чего она так любезничает, конечно, доить России, это выгодно, тяните нам, зачем нам СПГ, например, американский, который в два раза дороже, мы будем доить Россию, а будем, это самое, спихивать туда свой товар, все равно, теперь они начинают потихоньку от Америки, все равно отворачиваться, начинают бурчать, весь мир так понимает, он будет все равно, например, стараться вырваться с путь Америки, но Америка занимается своим делом, она знает, что делает, она обувает весь мир и кормится, как поразит за всего счет мира, она права, кто его знает, они американцы, им виднее, раз вы позволяете так делать, они так делают, все, все страны так делают, выживает сильнейший, Вот вам капиталистический строй. Вот вам это акула капиталистического прогресса. Да, многие вещи, конечно, капиталистические, например, прогресс сделал. Посмотрите, какие технологии. Одни есть. Но за счет этих технологий людям живется это очень тяжело. В смысле, вся жизнь их это сплошная дикая работа. Все. Мне кажется, человечество не рождено для такой сумасшедшей работы. То есть работай, 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 чтобы заработать эти блага. Получается, ты просто-напросто раб в современном понимании. Самый настоящий раб. А твои рабовладельцы, вот эти олигархи, вот эти, как их там, Рокфеллеры и все остальные, которые везде, они вами руководят. Да, за вами следит, как говорится, всемогущий глаз. Известно все это, стоит, не стоит об этом говорить. И все. Народу расплодилось слишком много, нужно его как-то поубавить. Вот разными способами оно начинает. И слабое звено исключает из этой цепочки. А слабое звено здесь Россия. А почему Россия, русский народ, почему? Потому что он добрый. Потому что он порядочный. Потому что он не обманывает так, как все другие. Идет через головы. Понимаете? Совсем другие понимания. А кому достается прежде всего? Нормальным, порядочным людям. Вот. Умным, порядочным, добрым. Раз вы представляете умного, доброго и порядочного, вы будете гибнуть. Это во всем, везде так, даже в животном мире наблюдается. Сильный, здоровый, крепкий, например. Вот. И хитрый, разный. Они выживают. А вы, порядочные, добрые, там, даже какие бы ни были качества, самые-самые положительные, вы будете просто-напросто исчезать с этого, с этой планеты. И, наверное, то же самое, мне кажется, и было когда-то в истории России. Те народы, которые, может, населяли здесь территории, да, эти огромные территории, о них даже сказано где-то, почему это запрещено, почему это нигде не оговаривается, почему это за седьмыми печатями. Были же какие-то люди здесь, вот, даже на территории бывшего, бывшей России теперь, жили народностью. Ну, а это все за... Я тоже там читал интересные вещи. Ну, ладно, это не важно, ладно, фиг с ним, кто захотел бы, то это послушал, посмотрел, поглядел бы. Видимо, так и есть. Нормальный человек должен все, а все к чему катится, в конце концов, что человечество получается вырождается, будет какой-то апокалипсис. Смотрите, опять же, едут, возвращаясь опять же, белорусы едут в эту самую, в Германию сейчас много, едут в Польшу, зарабатывают. Сейчас прошел сезон, идет, этой самой, ягодный сезон, у нас очень много там клубники, не хватает рабочих рук, не хватает рабочих рук в Германии. Везде у нас тут бегают, звонят, мне знакомые тоже звонят, может, у тебя какие-то знакомые есть, пожалуйста, приглашаем, будет хорошо зарабатывать. Ведь в Германии у меня много, несколько, черешня там, все, пропадет 30-40% урожая, потому что не хватает людей для сбора. Там где-то Украина какие-то проблемы, в Украине тоже сделали поляки какие-то проблемы с въездом там, или еще что-то такое. Но все равно находите, зарабатывайте, потому что... Но оттуда же немцы не едут к нам зарабатывать. Все едут туда, они там заработают, если удастся кому-то остаться, те похитрее все равно останутся. А остальные-то все равно возвращаются домой. Они везут деньги прежде всего, если там заработали, например, здесь что-то строят, покупают здесь товар, например, пускают, что-то отдают. И вот спрашивается, выгодно ли это занятие, заниматься вот таким зарабатыванием. С одной стороны выгодно, а с другой стороны нет. Вместо того, чтобы эти люди работали на свое государство, на свою страну, они работают на благо другой страны. Все. А вам за это нарисуют бумажки. Ничем даже не подкрепленные. Вот. И это очень-очень жалко. Ладно, у нас тут хотя бы какое-то сельское хозяйство более-менее продвинутое. Полным этих ягод полно. Это сейчас упало в цене довольно сильно. Я вон еду за клубникой и надеюсь купить ее. Мне там надо килограмм сорок. Она будет мне стоить где-то в районе пятьдесят семьдесят центов за килограмм. У вас в России есть такие цены? Пятьдесят семьдесят центов можно купить за килограмм. А если вы хотите плохую ягоду, я смотрел, даже вон купить, то она будет стоить всего лишь пятнадцать-двадцать центов за килограмм. Вы можете ее заморозить там, что-то сделать, перебрать. Где у вас такие цены? У вас же все заоблачные цены стали с этими продуктами. И эти продукты, ладно, свои, вроде сейчас начали немножко себя, а в основном все же завозное. Вы же сами смотрите, как вы загнобили того Грудинина. Он там до сей поры смотрел сейчас интервью, он говорит, проблемы даже с реализацией, там с товаром, там лазят везде. Проверяют эти единороссы кругом, нос тыкают. Это разве нормально? Это сплошная мафия. Ой, я не хочу, у меня что-то начинает переть на то, наверное. Но я ролик буду быстренько заканчивать. А начинал все с того, что Путин просто-напросто... Не знаю, откуда он, с какой он даже галактики, с какой звездной системы. Чужой он, все. Есть как из фильма «Чужой» совершенно. Вот он, наверное, посланец этих чужих. И вся его кодла, все его дружки прикормлены. Это чужие, все. Это даже не жители Земли, это какие-то инопланетяне. Злые, злая раса какая-то, иноземная. Иноземная злая раса. Оставьте в покое Россию. Вы будете прокляты на века веков. Вас проклянут потомки, будут говорить. Вот, неужели вам безразлично, как о вас будут говорить потомки? Где ваша голова, а, негодяи? Вас там тысяча, пару тысяч таких негодяй. Ну, пускай десяток тысяч, пускай еще миллион-два прикормленных. Вас же проклянут, еще раз говорю, на веки веков. На века, везде. Это же все равно не вечно. Так самое главное, что достанется вашим потомкам, вашим этим выкормышам, я иначе не скажу, которые теперь в роскоши купаются. Потому что вы, папочки, мамочки, им эту роскошь обеспечили. Они не знают другой жизни. Они будут продолжать то же и дело. Но им зажмут особое место. Зажмут по самое не хочу. И они же хлебанут. И искоренят их. А если начнут где-то мешать кому-то людям жить по-человечески, то им покажут Кузькину мать. Конкретную покажут. Это однозначно, потому что зло никогда не победит. А это страшное зло. Какая-то черная пелена опустилась на Россию. И какое-то мрачное время. Это просто самое же не настоящее мрачное время. Черт. Я не знаю. Я не могу проклинать, как говорится. А хочется проклять. Будьте вы там неладные. Ладно. Будьте вы просто неладные. Не гнобите русского человека, русский народ. И чтоб нам тоже не доставалось от вас. Потому что достается по самое не хочу называется. Вот. На такой ноте, конечно, я буду потихоньку заканчивать, успокаиваться. У меня получился ролик сумбурный. Ну, поперло. Называется поперло. Тоже поперло. Потому что заглядываю. Телевизор я уже не смотрю. Я вот еще говорю. Опять же обращаюсь, можно сказать, с белорусским властям. Просто-напросто белорусы. Власти белорусские. Вы когда-то хотели отключить российское телевидение? Вот эти все каналы. Отключите вы к чертовой матери их. Действительно, не зомбируйте остатки белорусов нормальные. Пускай с нормальным сознанием занимается своим делом, а не глазеять вот эти тупые каналы, в котором бред полный. Самый настоящий бред. Там смотреть нечего. Там уничтожение просто-напросто человеческого сознания. Личности уничтожение идет. Вырождение. Это разве телевидение? Оно повсеместное, конечно, наблюдается, например, во всем мире. Но в таких искажениях, в таком вранье я, например, нигде и близко даже не видел. Чтобы так привирали, так переворачивали все с ног на голову, как делает это российские СМИ, это кошмар. Я говорю, я не смотрю. Его бы отключили бы, это российское телевидение, навсегда. Я был бы счастливый, чтобы я больше не смотрел. Даже не показывал, потому что приходит, он иногда включает. Женя, телевизор включит и ненароком там вылезет то Путин, то еще кто-нибудь. И у меня сразу же какой-то рлотный рефлекс. Представляете, до чего я дожился? Мне тошнило сразу. У меня такое ощущение, что хочется запустить в эту рожу, пардон за слово, в телевизор сразу же. Да жалко, что телевизор побью. Вот такое состояние. Думаете, оно у меня одно? Полно, миллионы. Вот так хотят запустить в тот телевизор, чтобы его не видеть, выключить. Многие так и делают, не смотрят. Но ненароком получается, вот на такое дикое отвращение. Еще год назад у меня этого не было состояния. Как мне с этим состоянием жить? Скажите, как жить этим миллионам русских, других наций, людям? И смотреть на это попустительство? На это безобразие просто-напросто не хочется. Мне хотелось бы мата даже загнуть, конкретно вот такие острыми словцами все передать. Это было бы, конечно, смачно, красиво бы, четко было бы. И я думаю, что это бы вами было бы поднято на ура. Но вот и все. Про будущее поколение я говорю. Наши потомки, они должны жить. И они будут лучше жить. Технология это позволяет и будут. Они очистятся этой скверной, от этой власти. Только жалко, что мы не успеваем наше поколение увидеть то все. Потому что были молодые и надеялись, что будем жить лучше. А стали жить, как жили. Кое-кто хуже намного. А другие, конечно же, лучше. Они же умеют красть. Я не умею, многие не умеют воровать. Потому что совесть имеют. А этих совести даже понимания нет, что такое совесть. Человеколюбие, порядочность, доброта и все остальные качества, которые присущи нормальному человеку. Поэтому и живут так, и молчат многие. А остальные 76. Что я про вас скажу? Болваны вы все. Самые настоящие балбесы. Иначе не скажешь. Вот злюсь за то, что вы такие балбесы. Хотелось бы сказать, вы хорошие люди. Я понимаю, что вы хорошие люди. Да вы не думающие. Балбесы знают. Что это такое балбес, болван? Которого валяет в пыли, в грязи, во всем остальном. Так что, потомки, простите нас, наверное, за то, что мы позволили этим ворюгам прийти к власти. Понимаете, что забрали даже целое поколение надежды лучшие на будущее. Что рядом страны, как страны живут. Что их правительство более-менее хотя бы заботится о них. О гражданах своих. У них есть работа, у них есть возможность ездить куда угодно, без всяких виз, без всяких поборов. Спокойно и улыбаться почаще. А не так, как мы здесь. Сидеть вот так перед телефоном, камерой телефона и нервничать. Тратить свое здоровье, даже нервные клетки, вот на такие высказывания. Добренько, всего хорошего. Будьте здоровы. Я думаю, это настанут лучшие времена. Все равно. Они будут времена. Может, мы их застанем еще. Пока.